Приветствую вас. В вашем тексте, в вашем вопросе содержится несколько вопросов, на которые я постараюсь ответить последовательно, чтобы сохранялась связь, чтобы сохранялась по следователям. Вот. Сразу хотел бы предупредить о том, что по итогу выбор, что делать, вам нужно делать самой. То есть психолог за вас никак не может сделать этот выбор, психолог за вас никак не может решить, поэтому прошу вас отнестись к этому с пониманием. Значит. Стоит ли звонить мужчине, если он часто обижается и не отвечает в переписке? А обратно для чего? То есть, если вы звоните ему, ну, хотите ему позвонить, к примеру, для того, чтобы сделать, допустим, счастливым его, то есть, если вы знаете, к примеру, что он будет рад. Вот. Да, потому что тому, что вы ему позвоните, если вы знаете, что он будет рад тому, что вы, ну, обратите на него внимание, если вы знаете, что ему понравится, то, что... вы там позвоните ему, да, к примеру, если вы в этом уверены, если вы знаете, то, да, стоит это сделать. Если же ситуация вкладывается так, что вы хотите это сделать, к примеру, для себя, то это вот, ну, условно говоря, это нужно вам, условно говоря, вы нуждаетесь, в том, чтобы вот позвонить ему, да, вот, то, в таком случае, наверное, делать этого не стоит, в таком случае, наверное, звонить не стоит, потому что, ну... скорее всего, у вас будет просто-напросто разожилование, вот, скорее всего, вы будете чувствовать себя неудовлетворённой, да, потому что, ну, вы не сможете получить... получить... того, что вам нужно... в этой ситуации, и... соответственно... скорее всего, да, винить вы будете именно человека, именно человека, именно мужчину. вот, то есть, по факту, все зависит именно от ваших желаний, именно от ваших предпочтений. По факту. По факту все зависит только от этого. что-то того, что вы хотите. Дальше... идём... значит... Вы пишите, хотя я ему нравлюсь, но, видимо, не сильно. Откуда вы знаете, что нравится, откуда вы знаете, что не сильно, как проявляется его симпатия, о чём она выражается, вот. Дальше, вы задаёте вопрос, такой, на мой взгляд, очень интересный вопрос, вы спрашиваете, что делать. А... ну, я, к сожалению, вынужден вам задать встречный вопрос, да, к сожалению, к сожалению. Я вынужден задать вам встречный вопрос и спросить у вас, а... что делать, а... что делать, а... что делать, чтобы что? То есть, вот... цель... у этого... какая? то есть... в чём направленность... ваша... чего вы хотите... для... допустим... для себя... вот... в этой ситуации. Дальше. Очень хочу позвонить. Для чего? Ну и мы, наверное, всё равно... всё равно... неизвестно, пока не позвонить. Обиды... обиды... на вас... явно не... не свидетельствуют о том, что ему... всё равно... когда человек всё равно, он... не обижается. Но он не обижается... когда человеку всё равно. А... если человеку всё равно, да, то он... не... он не будет обижаться. А... А... То есть, тут... тут... либо вы... э... чего-то... э... 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 ну... чего-то недоп... недопоняли. Либо... вы... вы очень... э... сильно... не уверены в себе. Дальше. Мне сейчас одиноко. Опять же... аноним. А... Одиночество, это ваше... ощущение. Одиночество, это то, как вы себя чувствуете. И я не думаю, что... хорошей идеей... э... является... э... то, что вы... э... э... к примеру... э... э... пытаетесь... э... за... счёт, э... э... своего мужчины, да... э... не своего мужчины, а... просто за счёт мужчины, пытаетесь, э... 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 как-то... э... ну... купировать, компенсировать, э... 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 свое одиночество. э... вот... вот... мне кажется, это... ведёт вас... э... к... к зависимости... от... человека... что, на мой взгляд, является неприемлемым. То есть, любая зависимость, ну... неприемлема. э... вот... если... вы хотите устраивать отношения, всё-таки... э... 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 ну... здоровые, если вы хотите устраивать отношения, здоровые. э... э... ну... я порекомендовал вам... э... э... всё-таки, именно, вот... э... 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 разобраться... со своим одиночеством... самостоятельно. вот... разобраться, расс... рассмотреть... причины... со своего одиночества. вот... самостоятельно. и уже... после этого... э... решат. а... нужен ли... вам мужчина, если... к примеру, вы, ну... не будете чувствоваться, как одинокое. да? вот... э... э... к примеру. к примеру. то есть, э... мне кажется, что здесь вот... такая важная история. Далее. я бы хотел с ним поговорить. а зачем? а... последняя переписка, где она обижается и больше не пишет, не дает мне покоя. в чем? то есть, почему она не дает вам покоя? это переписка. это переписка. по какой причине она не дает вам покоя? это переписка. она... она вас... что? она вас, скорее всего, задела. да? вас... вот... скорее всего, вас это задело. а... если вас... это задело... если вас это задело... то у этого должны быть, э... свои причины. то есть, должны быть причины, почему вас это задело. вот... должны быть причины, по которым вас это задело. должны быть причины. знаете? и... на мой взгляд, э... разобраться для начала нужно с ними, и... только после этого, уже нужно... а... опять же... думать о... том, чтобы... взаимодействовать... с... мужчиной. далее. если позвонить, то уничать. э... спрашивайте вы. да. если вы позвоните для себя, если вы позвоните для себя, если вы позвоните в дулю твары, э... для того, чтобы... для себя что-то получить, то да. вы уничтожите. все так. это правда. вот. э... но... почему вы считаете, что это плохо? особенно, если вам что-то нужно. э... ну, если честно, для меня загадка. загадка. почему вы считаете, что это плохо? вот. то есть, э... если вы чётко знаете, прям вот, если вы знаете, если вы прямо знаете, что... чего хотите, да, если вы прям знаете, что вам нужно, э... что он, ничего плохого нет, э... в том, чтобы... позвонить ему. только откровенно заявите о том, что вы хотите, откровенно заявите о том, что вам нужно, не... не нужно, э... играть в игры. вот. это не унижение, это заявление, это заявление о том, э... что вам нужно, это заявление о том, э... чего вы хотите. вот. По факту. Вот и всё. И постыдного в этом ничего нет. Ну разве что только у вас в сознании есть что-то постыдное, постыдное. Например, как быть слабым. Быть слабым. Ну вот. Что касается обид мужчины, то он скорее всего не изменится. Вам на эти обиды нужно не реагировать. То есть вам всё нужно стремиться к тому, чего вы хотите для себя. Вот. И, наверное, всё-таки серьёзный мужчина воспринимает, который постоянно обижается на что-то. Потому что эти обиды, они как бы, ну они не пройдут. Эти обиды, они будут, они не уйдут, не исчернут и так далее. Вот. Что тут? Не надейтесь, не надейтесь. На это не надо надеяться. Вот. Это то, что я, наверное, могу вам сказать. Это то, что я могу вам ответить на ваши вопросы. Вот. В целом, эээ, в целом, эээ, чувство одиночества – это, скорее, ваши личные проблемы. И это самостоятельный повод для того, чтобы поработать с психологом именно над принятием себя. Да. Именно над принятием себя и именно над, эээ, ну, именно над развитием гармонии в себе, да? Вот. В целом, эта история, она про это. В целом, эта история, она именно про это. Вот. И ни в коем случае эта история не про то, чтобы выражать свои желания через мужчину. Ни в коем случае это не про созависимые отношения. Вот. С большей долей вероятности я предполагаю, что если вам не будет одиноко, то и человек вам, ну, не будет, скорее всего, нужен. Вот. К сожалению. К сожалению. Мне почему-то так, опять же, кажется в этой ситуации. Вот. Поэтому, да. Эээ, примерно так выглядит история. Примерно так выглядит то, что вы описываете. Вот. Это всё-то я могу вам сказать. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok